И статистических данных, которые нам любезно, эти данные предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, традиционно перед вами карта части Украины. Это центральный регион, куда входят, мы видим, пять крупных областных центров или городов областного значения. Это город Киев, Житомир, Черкассын, видим Кропивницкий и Бенисто. Сегодня мы говорим о городе Киеве, точнее о недвижимости. Период исследования на этой карте у нас всего лишь один месяц, то есть это колебательный процесс, мы будем сейчас обсуждать. Под городом, названием города показываю, есть легенда карты, в которой я отразил основные показатели, которые характеризуют состояние рынка на конец августа 2023 года. Итак, первый показатель, очень важный, это количество предложений. Показываю указкой. На рынке жилой недвижимости это первичный и вторичный рынок, друзья. Мы видим, что всего в августе месяце мы зафиксировали 34 071 объект жилой недвижимости. Напомню, первичный и вторичный рынок 100 на 2,9% больше, чем это было в июле. То есть много это или мало, я традиционно говорю, что до военного времени порядка 100 тысяч объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке мы наблюдали в целом. То есть можете себе, ну, несложное математическое действие, да, 100 тысяч и 304 тысячи. То есть достаточно сильно даже по предложениям стал менее активен рынок жилой недвижимости. Переходим к социальному жилью. Это у нас уже показатели, которые характеризуют стоимостные показатели. Стоимость квадратного метра. Видим, что рост плюс 0,09% в абсолютных цифрах социальное жилье это 1085 долларов за квадратный метр. Друзья, напомню вам, что последние 4 месяца мы видим незначительный, но все же рост стоимости квадратного метра практически по всем сегментам рынка недвижимости города Киева. С чем это связано, будем разбираться в конце видеоролика, когда будем подводить итоги. Эконом-комфорт бизнес-класс это также, друзья, вторичный рынок. 1 500 долларов за квадратный метр. Это на дату конец августа. Что показало также динамику незначительного роста за месяц плюс 0,07%. Переходя к первичному рынку квартиры эконом-класс, мы видим, что здесь отрицательная динамика за месяц. Эти квартиры снизились на 0,25%. В абсолютных цифрах это 806 долларов за квадратный метр. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь динамика положительная. Плюс 0,06% за месяц. В абсолютных цифрах это 1 606 долларов за квадратный метр. Ну и первичный рынок, друзья, квартиры элитного класса. Также нам показали незначительное снижение стоимости за месяц минус 0,07%. В абсолютных цифрах это 2931 доллар за квадратный метр. Итак, друзья, мы разобрались со сводными данными. Это обобщенные данные. Теперь мы будем, так сказать, декомпозировать эти данные по админ районам.